Очередное 45-е заседание Думы городского округа город Ирбит прошло сегодня в актовом зале администрации. В повестке дня значилось 9 вопросов. Однако прежде чем приступить к их обсуждению, депутаты заслушали информацию об эпидемической ситуации на территории муниципалитета и о работе в данных условиях Ирбитской городской больницы. Инфекционный госпиталь заполнен на 90%. Ежедневно сюда поступает от 20 до 25 человек, третий из которых – ирбичане. И у большинства пациентов в течение болезни осложнено самыми разными хроническими и сопутствующими заболеваниями. На сегодняшний день привитых пациентов в хоридном госпитале нет. Все пациенты не привитые. Что ли не максово, что хоридная дельня. Не менее сложные ситуации в поликлиническом отделении на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19, а также под наблюдением врачей в качестве контактных лиц, находятся почти 500 человек. Люди потеряли бдительность. И сегодня мы буквально проводили мониторинг. Два дня проводили. Не два дня, а даже четыре дня проводили. Люди забыли, что сегодня идет пандемия, сегодня ковид. И народ надо встряхнуть. В том числе по вакцинации надо действительно приглашать и помогать организовывать. При этом, по словам Павла Николаевича, сегодня руководство больницы старается решать все возникающие у ирбичан вопросы и проблемы. Один из них – практическое отсутствие возможности дозвониться до поликлиники. Это связано с тем, что сотрудники, которые были приняты ранее, уголились в начале учебного года. Это были студенты. На сегодняшний день принято два специалиста. Завтра приходит еще два специалиста. Я думаю, проблема с дозвоном, с тем, чтобы узнать результат, будет решена в ближайшие два-три дня. Кроме того, решается вопрос и по работе комбинетов неотложной помощи. С учетом, что сегодня их пациентам иногда приходится ждать свои очереди на улицах. Возможно, прием будет организован в других помещениях, где есть возможность разместить всех ожидающих. Что касается сезонных инфекций, в том числе гриппа, сегодня в Ирбите уже активно идет кампания по его вакцинопрофилактике. Вакцина на сегодняшний день для взрослых есть. Она – это вакцина ФЛОМ. Эффективность вакцины высокая. Прививаем мы этой вакциной второй год. Побочных явлений на проведение вакцинации не прослеживается. То есть на сегодняшний день мы привели 25% по городу Ирбиту от подлежащих вакцинации. Хотелось бы отметить, что они поступили в вакцинации – это работники торговли и общепита, работники промышленных предприятий и прочей группы риском. То есть эти категории пока еще не начали в вакцинации. То есть мы готовы к тому, чтобы выходить на предприятия и организовывать вакцинацию на предприятиях. Рассмотрение же вопросов из основной повестки дня заседания депутаты начали с обсуждения изменений в бюджет города. И в первую очередь это связано с поступлением в городскую казну дополнительных 46 миллионов рублей. В том числе на 33,5 миллиона за счет безвозмездных поступлений, основной объем в которых это 30 миллионов, составляют средства, выделенные из резервного фонда правительства Свердловской области на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. Кроме того, за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также перераспределения средств внутри бюджета, у города появится возможность выделить финансирование на реализацию еще нескольких проектов. Увеличивается финансирование муниципальных программ развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности, развития туризма и развития транспортного комплекса. При этом основной объем средств направляется на увеличение финансирования под программой газификации, это 26,5 миллионов рублей. Отметим, что еще целый ряд вопросов в повестке дня заседания был посвящен утверждению значимых для города положений, а именно документов, регламентирующих организацию муниципального контроля в таких сферах, как жилье, лесное хозяйство, благоустройство и транспорт. Полномочия органов местного совправления городского округа города Терпицыровской области в регулированной сфере определены в соответствии с 248-м федеральным законом 31 июля 2020 года по государственному контролю надзори и муниципальному контролю в Российской Федерации. Муниципальный контроль направлен на проведение проверок по выявлению нарушений и требований законодательства в сфере благоустройства, а именно по составлению автов проверок выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, получать объяснение по фактам нарушения в сфере благоустройства. Все утвержденные депутатами положения вступят в силу с 1 января 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова